По сути, три темы. Атмосфера, фотометрия и формирование звезд. Все в одно, но это близкие темы. Значит, смотрите, какие книжки могут быть вам полезны в смысле изучения звезд. На русском языке ничего или почти ничего нового давно уже не выходило. Но есть прекрасная книга самого Ароныча Каплана. Это потрясающий астрофизик был, к сожалению, он попал под поезд в не очень старом возрасте, в Балагом. И последнее, что он написал, книга замечательная. Вот эта книжка — это настоящая астрофизика. И есть переводная книга Тейлера «Строение и эволюция звезд». Она немножко формальная, но, по крайней мере, там вычислительные логарифмы. Алгоритмы, прошу прощения, не логарифмы. Хотя там в основном логарифмы. И она тоже полезна. Но Каплан — это, конечно, физика, настоящая физика звезд, но довольно старая. Это начало 70-х. То есть тогда все устаканилось в физике звезд, но какие-то новые вещи сейчас появляются, в основном наблюдательные. А теория не сильно изменилась. А современное состояние, вот в этой книге, я был ее редактором, составителем, подключил к ее написанию много. Да, собственно, всех, кто в нашей стране так или иначе серьезно занимается звездами, и это современная книжка. Вот если взять Каплана и эту книгу, вы войдете в тематику звезд, сориентируетесь и для себя решите, это ваше или не ваше. Но, по крайней мере, какой-то граунд у вас будет, чем бы вы потом в астрономии не занимались. Ну, а если решите, что это ваше, то надо читать вот эту книгу. Это сын того Шварцшильда, который «Черные дыры» придумал, Мартин Шварцшильд. Он занимался эволюцией звезд, и не только, и наблюдениями. У него летал телескоп первый стратосферный, в общем, много чего он сделал, работал в Штатах. И эта книга уже настоящая, вычислительная, по ней учатся те, кто потом занимается созданием моделей внутреннего строения звезд. Вот Сергей Анатольевич Ланзин у нас этим и занимается. Все начинали с этой книги, она базовая. Она переиздана, вы видите, это современное издание, есть в библиотеках. Да все они есть у нас в Гаишевской библиотеке, так что, если захочется, читайте. Ну, а теперь вот, о чем мы будем говорить. Начнем со спектров. Но спектр мы получаем, живя на Земле. Конечно, иногда бывают космические телескопы, но в основном у нас наземные. Поэтому еще будем говорить и про то, как свет преодолевает атмосферу, потому что мы живем на ее дне. И со дна атмосферы изучаем Вселенную. Ну, насчет спектров. Понятно, что это преломление, разделение, пространственное разделение белого света на составляющие. Вот простейшая схема спектрографа. И кто мне скажет, зачем нужен первый элемент спектрографа? Щель. То, что называется щель. Зачем мы протискиваем уже собранный телескопом свет, изображение звезды в какую-то там щель? Щель. Вот что это в спектроскопе? Зачем она нужна? Чего недостаточно? Просто поставить призму, ну и все, и получить спектр, как это обычно в школьном учебнике нарисовано. Нет, мы какую-то щель еще делаем. Потом еще какой-то объектив ставим под названием коллиматор. Потом еще какой-то объектив. Ну это уже фотокамера, собственно, вот объектив и фотопластинка или ПЗС-матрица. Это фотокамера. Зачем вот этот элемент? Зачем вот этот? Как вы думаете? Почему перед призмой надо какие-то еще дополнительные вещи? Кто может? Вот кто для себя пытался это обдумать когда-нибудь? Вот. Это да, правильно. Чтобы на все части плоской грани призмы лучи приходили параллельно. Иначе они по-разному будут преломляться. А вот эта щель. Для того, чтобы аберрации отсечь? Аберрации отсечь. Что это значит? То есть у нас изображение какое-то там вот плохенькое, да? А мы из него вырезаем кусочек. Ну вот. Да нет, мы стараемся все изображение звезды в щель пропустить, чтобы не потерять свет. Нам не надо терять свет, его и так мало. Мы отсекаем, во-первых, фон. Фон неба. Небо довольно яркое. Рядом с этой звездой могут быть другие звезды, которые дают свой рассеянный свет. Но даже если их нет, все равно небо яркое, оно не черное. И его рассеянный свет будет у нас тут лежать, если мы его не отсечем. Нам надо точно пропустить свет, собранный телескопом, и не пропускать свет подсторонних источников. Но к тому же еще щель почему-то не дырочка круглая, как изображение звезды в телескопе, а длинненькая, вот такая вот полосочка. И мы вводим телескопом вдоль этой полосочки, чтобы на спектре тут линии получились, а не точечки. Это уже чисто лабораторное удобство для нас создает. Навести на точку какой-нибудь измерительный прибор сложно. А если у вас есть линия, то вы с ней совмещаете в микроскопе, потом измерительном, или для компьютерной программы это удобнее, измеряете, наводите измерительную линию, в микроскопе это просто тоненькая ниточка такая, даже паутинка довольно часто бывает, и точнее можете навести, чем на точку. Только поэтому мы используем щель, а не дырочку. Тут нарисована как будто дырочка, на самом деле она длинненькая. Спектры элементарных химических элементов, я думаю, вы видели, они разные, они похожи друг на друга. Самые простые, конечно, у одноэлектронных элементов, у водорода, там чуть сложнее у гелия, а у некоторых довольно сложный спектр, но об этом мы постепенно поговорим. Первый человек, который начал получать спектр звезд, был вот такой любитель астрономии, довольно богатый, по-моему, ростом метр двадцать он был такой небольшой человек. И они с женой лет сорок занимались первой в мире спектроскопией звезд. Так что благодаря Хёггинсу мы имеем самые первые фотографии, зарисовки, описания звездных спектров. Выглядит он вот так. Это довольно грубый спектр, в котором видны только основные линии. Это спектр Солнца, конечно, или Солнцеподобных звезд. Именно изображения щели, они и являются спектральными линиями. Мы привыкли говорить, спектральные линии химических элементов. И не задумываемся, почему линии, а потому что мы изображение щели получаем на спектре. И каждое место на спектре – это изображение самой щели, растянутое по длине волны, по длинам волны. Если бы мы пропустили в дырочку, то были бы не линии, а спектральные точки. Если бы пропустили в какой-нибудь такой вот значок S-образный, были бы спектральные доллары, например, или что-нибудь такое. То есть это изображение щели. Не всегда оно используется. Иногда вообще выкидывают щель, и тогда здесь просто цветные изображения самого объекта. Но это не очень удобно. Они будут накладываться друг на друга и перемешаются. А щель очень тоненькое изображение свое дает, если она сама тоненькая, конечно. И мы можем разделить отдельные линии. Вот знаменитая линия дублет, желтый дублет, который обозначен буквой D. И вообще все эти латинские буквы – это заслуга фраунгофера, немецкого физика. И мы с тех пор говорим фраунгоферовой линии в спектре, потому что он первый стал их как-то внимательно так рассматривать, спектроскоп, когда сам его сделал впервые, и обозначил в соответствии с традицией. Мы все обозначаем вдоль латинского алфавета. Обозначил буквы на латинского алфавета. И до сих пор многие линии так и называются. И физики даже говорят D-линия или D-дублет. Дублет какого химического элемента? Натрия. Правильно. Можете дома, у кого есть газовая горелка, посыпать соль на нее, натрий-хлор. Тут же происходит диссоциация на натрий и на хвор. Натрий возбуждается, и у вас сразу окрашиваются пламя газовые горелки с желтым цветом, потому что вот это самая линия дублет, а натрия там проявляет себя. В принципе, можно не обращать внимания на эти тонкие линии, а просто посмотреть, как вдоль спектра распределена энергия излучения. Вот почти очевидно, что максимум яркости где-то вот здесь, да? А к голубому и красному концам спадает яркость спектра. Так оно и есть. Если мы профотометрируем, ну то есть промеряем, сколько на каждый элемент спектра приходит света, получим какую-нибудь вот такую одногорбую. Ну, сколько горбую, это зависит от самого источника. Как правило, одногорбую. Кривую, если это достаточно, как говорят физики, источник, близкий по своим свойствам к абсолютно черному телу. Абсолютно черное тело — это то, что все поглощает, а значит, и во всех диапазонах излучает. Это практически любой объект, в котором много свободных зарядов, свободных электронов, которые, что на них не попадет, они все поглотят. А значит, если мы их нагреем, они беспорядочно двигаясь, будут все излучать во всех частотах, во всех длинных волн. Тогда получаем одногорбый спектр, который описывается кривой планка известной. И вот, нагревая до разной температуры, обнаружим, что, в общем, горб-то сохраняется, но его положение все время меняется. И мощность излучения с каждого элемента вашего нагретого тела, с каждого квадратного сантиметра, тоже увеличивается. Это очевидно, это давно было замечено, но вот Планк впервые это аналитически так представил формулой планка. От Солнца мы получаем широкий спектр, но наша атмосфера пропускает довольно узкий диапазон, но, к счастью, именно тот, в котором поверхность Солнца, температуру 6 тысяч кельвинов, примерно 5-9 тысяч кельвинов, имеет максимум. То есть наша атмосфера, ее прозрачность настроена на излучение Солнца. Вообще-то странно, это какое-то удивительное совпадение. Могло бы быть и иначе, но, к счастью, это так. И этот свет до нас доходит. Если бы Солнце было немножко более горячим, там 8 тысяч кельвинов, у него максимум лежал бы в голубой области спектр, до нас доходила бы небольшая доля его излучения. Если бы Солнце было попрохладнее, максимум лежал бы в красной области, и, в общем, атмосфера бы тоже срезала бы. А вот как раз 6 тысяч кельвинов, это прямо точно совпадает с максимумом излучения Солнца. И наши глаза, ну, глаза тут уже понятно, эволюция сделала наши глаза чувствительными именно к максимальному потоку солнечного света, к желтым, к зеленым лучам. Тут ясно. Если измерять яркость какой-нибудь звезды, например, в двух не очень широких диапазонах спектра, то можно по относительной яркости звезды в этих двух диапазонах, например, в желтых лучах и в красных, или в желтых и в голубых, можно судить в первом приближении о температуре поверхности. Ну, представьте себе, что мы сфотографировали небо через два светофильтра. Один, ну, это в голубой области, там 4,5. Ну, это ангстремы. Я не знаю, в ангстремах вы, наверное, в школе не особенно, они приветствуются, да? В нанометрах обычно все. В системе СИ нанометры. 10 ангстремов — это 1 нанометр. Можете нолик отбрасывать, тогда будут нанометры. А с дополнительным ноликом ангстремы, 10 минус 8 сантиметра ангстрем, ну, 400 нанометров, там 450 — голубая область, а 550 нанометров — это, ну, такая оранжевая, ну, в общем, почти оранжевая область, там, желто-оранжевая. И вот через два светофильтра фотографируем одну и ту же звезду и смотрим. Она в голубых лучах ярче, чем в оранжевых, значит, у нее температура высокая. Она в голубых лучах слабее, чем в оранжевых, значит, у нее температура низкая. А если примерно одинаковую яркость имеют изображения, сфотографированные через два светофильтра, ну, значит, у нее где-то в районе 6 тысяч кельвинов. Это называется широкополосная фотометрия. То есть достаточно измерить яркость объекта в двух, ну, относительно широких полосах, там, где-то в районе голубого и где-то в районе желто-красного. И вы уже можете приблизительно судить о температуре звезд. И в основном массовое изучение звезд именно так и делается, потому что получить детальный спектр очень трудно. Хотя мы и говорили с вами, что сейчас появляются приборы, за раз могут там 4 тысячи спектров, но они только сейчас появились, вот буквально. Да и не у всех. Один такой телескоп, но весь земной шар. А раньше мы тупо фотографировали небо через два, иногда через три светофильтра. И по относительной яркости звезд в разных диапазонах, иногда третий тут диапазон был, ну, обычно, вот тут был, голубых. А судили о температуре поверхности, ну, достаточно точно. Но не всегда цвет гарантирует вам точную информацию о температуре поверхности. Потому что если голубой объект, ну, почти нет вариантов, что он будет холодным. Голубой, значит, горячий. Тут никак его не испортишь, голубой цвет. Но если он красный, то вовсе не значит, что он холодный. Может быть, какая-то полупрозрачная среда между нами и звездой поглотила. А всегда в поглощении мы теряем, даже не как правило, а всегда, я другого варианта не знаю, голубые лучи. Голубые более энергичные, больше энергия фотонов, и они легче застревают, они легче ионизуют, или там возбуждают, или рассеиваются на частицах. А красные, длинная волна, они не замечают частиц. Дифракция происходит на пылинках, проходит мимо них, не поглощаясь. Так что красная звезда может быть любой, а вот голубая всегда горячая. Ну, вид спектра зависит от того, что излучает. Давайте посмотрим. Вариант. Горячий газ, рассеянный, ну, как сказать, малоплотный, очень рассеянный, горячий газ. Почему важна плотность? Если газ рассеянный, атомы далеко друг от друга. Мы нагрели этот газ, атомы возбуждаются за счет редких столкновений друг с другом. Столкнулся, атом там с соседом возбудился, электрон прыгнул на более высокий уровень энергетический. Дальше атом летает сам по себе и ждет, пока электрон вернется обратно на основной уровень. И ему ничто не мешает. Все атомы, если это газ, конечно, ну, здесь написано водород, такой однородный, химический однородный газ, все атомы одинаковые. Естественно, они все излучают на одних и тех же частотах. Никто им не мешает. Поэтому в спектре получаются на темном фоне те линии, то есть те длинные волн, те частоты, на которых атомы этого газа естественно могут излучать. Эти линии не абсолютно тонкие, но очень тонкие. Конечно, это зависит еще и от ширины щели, но если мы про это забудем, это дело техническое, то чем определяется ширина спектральной линии? А дифракции на чем? На щели. Ну вот забыли, да, определяется. Слишком тонкую нельзя сделать. Но забыли об аппаратных эффектах и думаем, все атомы излучают, как нам физика велит, при переходах между двумя уровнями энергетическими на какой-то строгой частоте. Но она не абсолютно одинаковая даже у одного и того же атома, который последовательно излучает одни и те же, при одних и тех же электронных переходах кванты. Есть так называемая естественная ширина линий. Она связана с тем, что излучение происходит не бесконечно долго. Оно длится короткое, но все-таки определенное время. И начинается колебание электромагнитное, потом прекращается. И вот этот вот цук, то есть кусочек электромагнитной волны, он к нам летит. Его невозможно описать строго периодической функцией, потому что у нее есть начало и конец. А строго периодической функцией этого не может быть, она бесконечно длинная. И так, фурье преобразования не было еще у вас, да? Не было? Не изучали? Во всяком случае, даже синусоидальную функцию, которая обрезана на концах, мы можем представить только как набор синусоид, которые, складываясь вместе, дают вам обрезание начала и конца вот этого вот периодического сигнала. Ну, а у них разные частоты. Так что даже у идеального атома, у него есть какая-то определенная, это очень важно для астрономии, определенная ширина линий. Потому что по ширине линии спектральной мы узнаем вообще обо всех свойствах излучающего тела, об его движении, доплеровское смещение, об его скорости вращения, о плотности газа. Чем плотнее газ, тем сильнее мешают друг другу соседние атомы и немножечко меняют структуру энергетических уровней, немножечко по-другому излучают. Но это все мы в процессе того, как будем говорить о спектрах, узнаем. Итак, горячий газ, темный фон, отдельные линии. Те частоты, те длины волн, на которых способны излучать эти атомы. Другой вариант. Ставим какое-то плотное тело с большим количеством свободных электронов в нем, ну, например, железяку какую-то, проводник электричества, где много свободных электронов. Нагреваем это тело. Лучше всего это представить обычной старой лампочкой накаливания. Если вы еще помните, там спиралька, да, такая. Ее нагревает электрический ток, электроны там движутся хаотически и излучают на всех длин... Ну, в широком диапазоне, не на всех, конечно. В широком диапазоне длин волн. И тогда мы получаем засветку спектра целиком. На любой частоте, на любой длине волны мы обязательно что-нибудь от этой спиральки горячей получим. Это так называемый непрерывный спектр. Там нет никаких промежутков, там нет каких-то выдающихся мест яркости и, наоборот, таких мест с низкой яркостью. Ну, то, что вот обычно мы называем темными линиями спектра. Наконец, совмещаем эти два варианта. Это источник непрерывного спектра. Его излучение проходит через разреженный газ и дальше идет в спектроскоп. Что мы при этом получим? Во-первых, непрерывный спектр, конечно. Но на его фоне будут небольшие отсутствующие, ну, небольшие темные линии, скажем так. Почему они возникают? Проходя через это облако, некоторые кванты с той энергией, которая характерна для атомов этого газа, им поглощаются. Конечно, атом поглотил квант, возбудился, и через некоторое время он снова перейдет в низкое состояние и излучит этот квант. Но куда он его излучит? Раньше он летел к щели, а теперь он будет излучен во всех направлениях, и малая доля попадет туда, в сторону спектроскопа. Поэтому будет недостаток в спектре тех длин волн или тех частот колебаний, которые этот газ перехватил. И мы получим темные линии. Вот два варианта спектра. Это тот самый дублет натрия для примера. Мы нагрели пары натрия и ничего больше. Они дают свое излучение. Мы взяли облако паров натрия и за ним поставили источник непрерывного спектра. Какое-нибудь горячее тело. Непрерывный спектр, а тут неполное отсутствие. Они не абсолютно черные. Все-таки эти пары натрия что-то пропускают сквозь себя в этой области. Но в основном перехватывают. И поэтому там недостаток яркости. Мы это называем линиями поглощения. Это обычно говорят эмиссионные линии или линии излучения. Это линии поглощения. И то и другое говорит нам о том, какой газ перед нами. Спектр Солнца очень сложный. Вот так его впервые зарисовал Фронтгофер. Видите, там бездна линии. Основные он буквами обозначил. А тонкие линии, конечно, не мог понять. И вообще он природу этих линий не понимал. Она позже была выяснена, что это такое. Откуда они берутся. И каким химическим элементам они соответствуют. Но мы до сих пор, вот астрономы, если сказать, там, Д-линия в спектре. Или АШК-линия в спектре. Мы понимаем от линии ионизованного кальция, это натрия. А некоторые линии водороду принадлежат. Хотя Фронтгофер этого, конечно, не знал. Звезда. Здесь ситуация та же самая, о которой мы говорили. Фоновый источник света яркий и дает непрерывный спектр. Это нижние слои, горячие слои звезды. Ну, как переносится энергия, мы еще об этом будем детально говорить. Термоядерные реакции здесь. Тут есть слои, где кванты просто дефундируют медленно, рассеиваются, поглощаются, излучаются, доходят до какого-то уровня. Дальше уже очень, температура падает, очень непрозрачной становится верхняя часть звезды. Там уже трудно квантам пробиться просто так. Они просто нагревают подошву этого слоя, и он начинает кипеть. Происходит перемешивание. Горячие всплывают, холодные опускаются, снова нагреваются. И это такая конвективная зона. На Солнце она примерно половину, ну, где-то треть, треть, верхнюю треть звезды занимает. Но все это очень горячее. И вдруг там появляется место, с которого кванты уже могут пробиться, уйти в космос. Очевидно, здесь самое холодное место, потому что здесь легче всего остывает поверхность звезды. С нее уже кванты уходят беспрепятственно. Раз здесь холодное, а здесь горячее, мы получаем спектр поглощения. Фон горячий, перед ним холодное тело. И почти у любой звезды, вот посмотрите, снимок через объективную призму сделан, то есть перед объективом телескопа поставлена призма, и каждая звезда превратилась в маленький спектрик. И вы там не найдете ярких линий, вы увидите непрерывный спектр, а на нем, ну, конечно, качество их не очень хорошее, спектр. Там дисперсия низкая, но все равно видно хорошо. Вот эта темная, это АШК-линия ионизованного кальция, они характерны для звезд с температурой примерно как у Солнца, там 5,5-6 тысяч кельвинов. Здесь не видно линии излучения, здесь видны только линии поглощения, потому что в основном это горячий фон и последний холодный слой звезды, ее фотосфера или атмосфера, можно сказать. Но некоторые звезды все-таки обладают способностью линии излучения нам демонстрировать, но это надо как-то их по-особому сконструировать звезду, создать ситуацию, когда горячий полупрозрачный газ выдается, вот тот первый вариант, который я показывал, облако горячего газа, которое в спектре только яркие линии демонстрирует. Как нам это сделать? Надо окружить звезду горячим полупрозрачным газом, который на фоне непрерывного спектра еще добавляет излучение в каких-то отдельных линиях. В непрерывном спектре не может добавить, там нет такой яркости, а в отдельных линиях может. Но это звезды с очень широкими, длинными, протяженными и такими довольно плотными коронами. Вот когда есть корона, истекающий газ, тогда появляются линии излучения. Для астрономов самое полезное или самое необходимое, это, конечно, разбираться в атоме водорода. У нас вся природа создана из водорода, все звезды состоят из водорода, и мы хорошо представляем себе. Но это самый простой атом, там никаких хитростей нет, почти никаких, если там кое о чем забыть. Один протон в ядре, где-то там в центре, и так условно нарисованы уровни возбуждения электронной оболочки, которая из одного электрона состоит. Заметьте, в некоторых учебниках самый нижний основной уровень, на котором электрон в холодном газе находится, обозначает как N0. Ну, N это номер уровня электронного, или номер энергетический, номер в электронной оболочке. В некоторых учебниках нулевой, а в некоторых первый. Вот, чтобы не запутаться, имейте это в виду, когда что-то читаете, выясните, автор как обозначал, потому что, может быть, он имел в виду переход с первого на нулевой уровень, значит, вот сюда. А здесь, на этой картинке, первый уровень — это основной. Разрыв энергии между основным и первым возбужденным уровнем очень большой. Потом они все меньше, 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 и там в континуум, ну уже, когда вообще электрон уходит отдельно от ядра гулять. Вот этот разрыв очень большой, и переходы электрона с первого возбужденного на основной уровень выдают сразу большую энергию. Ну, еще большую, конечно, при переходах с более высоких уровня, но не намного большую. Вот это вот самый большой разрыв. Эта серия, вот переходы со всех возбужденных на основной уровень, называется серия Лаймана. Ну, Лайман — это американский физик. Энергия большая, кванты ультрафиолетовые. Их в лаборатории это трудно увидеть, они поглощаются хорошо. А из космоса мы их вообще не получаем, редко очень получаем, потому что они поглощаются в атмосфере Земли. Так что Лаймановская ультрафиолетовая серия водорода, она довольно поздно стала известна людям. А вот переходы на первый возбужденный уровень со всех вышележащих, они имеют маленькую энергию, порядка одного-двух электрон вольт. А это длина волны, там, от четырех до шести, как мы в нанометрах говорим, да? От четырехсот до шестисот нанометров. Это оптический диапазон. И вот это как раз видимый свет, который через атмосферу проходит, глаза его видят. Это серия Бальмера. Вот это переходы на первый возбужденный уровень. Она как раз во всех спектрах видна. И когда мы смотрим на спектр, там как раз линии поглощения, либо иногда излучения. Это, как правило, Бальмеровская серия. Она очень хорошо астрономам известна. Дальше, если смотреть, переходы на третий, то есть второй возбужденный уровень, они совсем маленькую энергию имеют. Это инфракрасные. Кванты их тоже через атмосферу не проходят. Да и в лаборатории их поздно стали изучать. Там Пашеновская, Брекетовская, Фундовская совсем уже. Дальний инфракрасный диапазон. Они для астрономии иногда бывают, конечно. Вот сейчас полетел телескоп. Какой сейчас телескоп полетел на орбиту? Джеймс Уэбб. Он как раз будет снимать в инфракрасных лучах. Для него, вот те, кто с ним будут работать, вот эти инфракрасные переходы очень важны. А для нас на Земле мы их не видим. Они в атмосфере застревают. Ультрафиолет застревает, это застревает, а получаем в основном Бальмеровскую серию. Энергия. Тут картинка, где еще и энергии показаны, переходов. Ну, видите, что глаз человека чувствителен к квантам с энергией примерно от 2 до 3 электрон вольт. Ну и атмосфера примерно то же самое пропускает. А, например, переход на первый уровень, на основной уровень с первого возбужденного, там огромная энергия. И вот эти лаймановские кванты, они нам не годятся, мы их не видим под атмосферой. А вот эти вот Бальмерские, они как раз нормальную энергию имеют. Вот тут написано, энергии самих уровней, вы можете просто разность посмотреть, какая разность получается при переходах. Обратите внимание, когда открыли водород и стали спектр его изучать, то обозначили линии просто с химическим элементом, с самим химическим элементом. H или H, как мы говорим обычно, это водород. А дальше по фамилиям ученых, которые этим занимались. Вот L, Лайман, а H, это все-таки не Бальмер, а H, это химический символ водорода в периодической таблице. Вот так они, эти линии представлены. О чем нам говорит ширина, и вообще внешне, не только ширина, а, как сказать, распределение яркости, или наоборот, темноты в спектре, в одной спектральной линии. Вот сильно-сильно увеличим спектр, это одна линия. Как видите, у нее линия излучения, в данном случае яркая линия. У нее какая-то конечная ширина, и ее можно какой-то более или менее, не всегда симметричной, но тут нарисована симметричная такая форма. Это, говорят, центр линии, а это ее крылья. Центр говорит о том, на какой длине волны, на какой частоте максимум излучения. А форма крыльев говорит еще обо многом. О том, как взаимодействуют атомы друг с другом. Например, в плотном газе крылья очень широкие, потому что атомы сталкиваются и заставляют друг друга немножечко на разных частотах излучать. Наличие магнитного поля, электрического поля, там эффект Штарка, эффект Зеймана магнитный, ну и много-много. Вращение звезды тоже говорит. Но самый простой эффект, это, конечно, температурный. От температуры зависит хаотическая скорость движения атомов. Значит, всегда один, ну не один, а одна группа атомов к нам движется, другая от нас, и доплеровский эффект расширяет линию тем больше, чем выше температура. Не скажу, что это астрономы уж прям так часто используют, как индикатор температуры. Нет, есть более надежные индикаторы, мы о них поговорим. Но в принципе, чем шире линия, тем выше температура должна быть. Хотя, в общем, этот эффект поглощается часто другими. Ну, так вот примитивно можно сказать, что хаотическое движение атомов прежде всего расширяет линию по отношению к ее, здесь написано, естественной частоте. Надо было бы сказать, естественной форме, конечно. Я уже говорил, даже если газ холодный, ну, холодный не может излучать, но если мы его как-то вот возбудили, но заставили атомы не сильно вибрировать, не сильно двигаться, я даже не знаю, а, можно это сделать, можно, да, холодный газ лучом лазера возбудить, видно, нужно, там, лазер, настроенный на линию излучения данного газа, там, на желтую линию натрия, атомы возбудятся, но по-прежнему останутся холодными. Можно. Все равно линия будет иметь конечную ширину, вот по той причине, о которой я говорил, что каждый атом начинает излучение и кончает. Но можно сказать, что это принцип неопределенности, там, Гайзенберг его. На языке квантовой механики принцип неопределенности. Мы не знаем, когда он начал, когда он кончил излучать и так далее. Но эта естественная ширина, она всегда очень небольшая, она такая скромная. А тепловое движение расширяет намного сильнее. Эффект, просто эффект движения источника света. Если там двойная система, яркий источник, который как раз и дает нам основной спектр, второй источник, там мало чего добавляет, но заставляет этот источник двигаться, и будет периодическое смещение не только линий, всего спектра. Вот, к сожалению, в некоторых книжках написано так, линии, спектральные линии в спектре гуляют там в красную и в голубую сторону, в зависимости от направления движения. Нет, не только линии, весь спектр гуляет. Даже если не будет там никаких линий, а есть такие звезды, где почти нет линий в спектре, все равно общий вид спектра, вот эта вот одногорбая кривая, она, естественно, будет гулять туда-сюда, потому что все частоты смещаются вправо-влево, в зависимости от того, к нам или от нас, по лучу нашего зрения, движется источник света. Вращение. Ну, Солнце мы видим как протяженный объект. Конечно, можем навести телескоп сюда, можем сюда, а далекие-то звезды мы же не видим как протяженные, мы их просто звездочками видим, проваливаем весь идущий от них свет просто вот в объектив телескопа, получается смесь, но при этом, конечно, свет, идущий от одного края и от другого края звезды, он приведет к тому, что немножечко сместятся линии, приходящие от одной части звезды и от другой, по отношению к какой-то там средней частоте, которая вот идет от той области звезды, что вращается перпендикулярно к нашему лучу зрения. Ну, и тоже происходит расширение. Вот тут уже хорошо показана вот эта естественная форма спектральной линии и ее уширение, связанное с вращением. Вот этот эффект очень важный, и, собственно, только он и позволяет измерять скорость вращения звезд. Редко-редко, когда есть какие-то другие варианты, а, как правило, просто по ширине. Но, например, тепловое движение и вращение по-разному формируют, по-разному форму вот этих крыльев спектральной линии создают. И можно, в принципе, отделить одно от другого. Вид спектра нашего Солнца. Тут даже надписаны те химические элементы, которые эти спектральные линии нам обеспечивают. Если приглядеться, можно заметить тут водород. Вот H-дельта, H-гамма, где-нибудь вот H-бета, H-альфа где-то. Вот она здесь должна быть, H-альфа. Это все бальмеровская серия водорода. Но, честное слово, он как-то не сильно себя проявляет. Ну да, ну есть какое-то количество, какие-то признаки водорода в спектре Солнца. Но еще масса других линий. А самые яркие линии какие? Ну посмотрите, железо, кальций, там алюминий и кальций, они сливаются почти. Такое впечатление, что поверхность Солнца состоит из металлов. Железо, кальций, алюминий, вот какие-то такие промышленные металлы. И это впечатление довольно долго было у астрономов, когда спектры получили и стали их сравнивать с лабораторными. Смотрят, да тут прежде всего металлические линии. Ну не только металлы, там есть и всякие. А, ну вот еще чего там, цинк, да? Ну кальций, ланадий. А чего еще мы видим? Даже есть молекулярные, ну вот в красной области молекулярные линии, там окись титана, титанова. Ну, значит, еще сделаны звезды. Ну, может быть, чуть-чуть там. Гелия вообще, линии гелия вы не увидите в спектре Солнца. А он представляет. Теперь-то мы знаем, четверть массы Солнца – это гелий, и три четверти – это водород. А все остальное около полутора процентов по массе добавляет. Но это мы сегодня знаем. Довольно долго, где-то от конца 19 века до 30-х, почти до 40-х годов. 20 века астрономы судили о звездах по тем химическим элементам, что видели в спектре. И думали, что звезды состоят из тяжелых элементов. Поэтому ничего не понимали, а что же там происходит у звезды. Это спектр голубого неба, на котором, или, как сказать, спектр рассеянного солнечного света. Наше голубое небо – это, в общем, рассеянный. Поэтому, в общем, форма голубого света, идущего от чистой атмосферы, она более-менее повторяет солнечный спектр. И там найдете какие-то основные линии водорода, калия и кальция. Но в них еще добавляются и линии, присущие самой атмосфере. Конечно, это всегда линии поглощения. Атмосфера у нас холодная, она сама не светится, но зато перехватывает часть солнечного света. Вот это пары воды. Ну, там дальше, в инфракрасную область, еще много чего. И азот, и углекислый газ поглощают. Но в основном голубой свет от чистого неба. Он более-менее правильное представление дает о солнечном спектре. Спектры других звезд. Сначала, еще до появления фотографии, стали, я уже говорил, Фёггенс, и итальянский астроном Анджело Секки. Пожалуй, они двое. Ну, Фёггенс уже фотографировать, конечно, умел. А у Секки еще не было. Не изобрели-то фотографию. Но Секки первым, кстати, это был астроном папской обсерватории римской, ватиканской. И запомните, что это одна из лучших, до сих пор одна из самых квалифицированных астрономических обсерваторий в мире папская. У них сейчас не только на территории Италии разбросаны телескопы в Южной Америке. Ну, в общем, много телескопов стоит, и там очень квалифицированные астрономы. Их немного, они много чем занимаются. И к ним надо относиться. Независимо от того, что они вот служат культу, они прежде всего там служат науке. Ну, потому что, я даже не знаю, почему. Когда-то они Джордана Брун сожгли, потом Галилея в тюрьму почти посадили. И, в общем, к науке относились не очень благосклонно. Но потом католическая церковь решила, что надо быть в курсе научных. Достижений, чтобы пасва видела в священнослужители просто еще и знатока современной науки. Повышает авторитет. И папская обсерватория с тех пор, с начала XIX века, довольно активно занимается спектрами звезд. Секе, просто глядя на спектр, понял, что бывают разные типы. Бывают с ярким красным концом, бывают с ярким, ну, там, желтовато-зеленой областью. С голубой не бывает, но, по крайней мере, на несколько. Вот первый, второй, третий, потом еще ввел четвертый. А Пикеринг, это американский астроном, добавил и пятый. И такая вот самая примитивная классификация спектров по Секе, она была в XIX веке. Потом в XX веке вот сам Пикеринг и группа его помощниц начали массовую спектроскопию. И, основываясь на том, насколько ярко, насколько интенсивны в спектре линии водорода, классифицировали, опять же, вдоль букв латинского алфавита, основываясь на том, насколько широкие и черные линии поглощения водорода. Вот спектр спектральных класса, там вообще, кроме линии водорода, почти ничего нет. В спектре, а потом начинается, водород уменьшается, появляются металлы или гелий. И вот так они первый вариант такой спектральной классификации предложили. Это еще было до создания квантовой механики, когда не понимали сам механизм излучения, поглощения, а просто тупо смотрели на спектр и пытались их разложить по сходству или, наоборот, по различию, как-то в ряд. И вот у них такая классификация получилась. Но с появлением квантовой механики стали понимать, что физики в этой классификации нет. Запомните, это все астрономы знают. Знаменитый каталог Дреппера, дрепперский каталог, он никак не связан с именем астрономов. Генри Дреппер, он был финансист, богатый человек, ну и один из спонсоров науки. Немножко любителем астрономии был. И когда он умер, большие деньги его вдова дала именно на эту работу, дала пикерингу, чтобы он с помощью своих набрал сотрудниц, такая вот была команда женская, очень квалифицированная, чтобы они создали первые каталоги спектров. И до сих пор мы основываемся именно на этой Гарвардской обсерватории в Штатах, на этой классификации. Но изменили порядок следования букв уже в соответствии с пониманием того, как излучают атомы. И вот современная гарвардская классификация, она выглядит вот так. Ну, W это потом, позже добавили, такие особые звезды с истекающими атмосферами, типа Вольф-Райе. А вот OBA, FGKM, это такая вот основа гарвардской классификации. Видите, порядок букв уже не соответствует алфавиту, зато порядок роста или, наоборот, спадания, ну, начнем отсюда, роста температуры звездной поверхности уже выдержан, потому что квантовая механика объяснила, как определять температуру газа в зависимости от того, линии каких химических элементов там представлено. Водород не всегда является надежным индикатором этого, а относительная яркость или, наоборот, относительная темнота линии поглощения, она гораздо более точно свидетельствует о температуре. Помните, какая есть мнемоническая фраза, чтобы вот эти вот последовательность этих букв запомнить? Кто помнит? Английский. Ну, обычно мы пользуемся английской, хотя я видел уже больше 20 вариантов английской. Ой, но есть на русском языке тоже. Борис Васильевич Кукаркин, вот наш гаишевский профессор, придумал, как это, один бритый англичанин, физики, финики жевал, как морковь. Но это, по-моему, это не очень удачная фраза. А на английском как звучит? Да, он обе фангел, kiss me. Потом были добавлены еще там некоторые химические дополнительные классы, kiss me right now. А недавно появились, совсем недавно, еще дополнительные классы, когда открыли совсем-совсем холодные звезды с температурой всего лишь несколько тысяч кельвинов. Вот L и T, это буквально на моей памяти, они даже совсем там лет 20 назад появились. А еще сейчас обсуждается один класс Y, вот Y. Ну, такая холодная звезда, что там вообще можно рукой ее потрогать. Температура 100 градусов по Цельсию. Даже бывает около нуля градусов. Есть такие коричневые карлики. А как же квантовая механика справилась с этой проблемой? А вот смотрите, это температурная шкала от холодных к горячим. Почему-то в астрономии принято именно так, справа налево рост температуры рисовать. Я не знаю, обычно физики рисуют направо рост температуры, а он наоборот налево. Ну ладно, у нас такая традиция. Ну, может, потому что вот спектральные классы B, A, B, A, F, G, K, M идут направо. А это интенсивность спектральных линий. Холодные звезды. Мы там видим даже линии молекул, молекул. Иногда даже молекулы воды. Там видна H2O. Ну, это еще более холодные, там 3000. Это еще титан, довольно крепкая молекула. Но быстренько-быстренько она пропадает. Начинаются линии металлов. Вот кальций, те самые H2O, темные две линии кальция. Почему? А у металлов верхний электрон очень слабо связан с атомом. Поэтому они металлы. Поэтому у них этот электрон легко отскакивает и становится электроном проводимости. И они уже при небольших температурах возбуждаются, эти электроны, начинают прыгать, там, второй, третий уровень. И вот их линии тут представлены. Нагреваем еще сильнее. Пропадают линии металлов. Почему? А электрон уже отрывается. Верхний электрон, он ионизуется атом. Нечему прыгать по этим уровням. Но зато начинает появляться линия водорода. У спектроскопистов такое дополнительное обозначение, вот римская единица, иногда там римская двойка, ну, любая другая, говорит вот о чем. H1 — это водород нейтральный, электрон на месте. H2 — это водород ионизованный, электрон оторван. Ну, линий у элемента H2 не может быть, правильно? У водорода один электрон оторвали, и все. Нечему там прыгать. А у других элементов, например, гелий. Вот гелий-2 — это значит, один электрон он уже потерял, но второй еще на месте, он прыгает и дает нам какую-то линию. Но это только при очень высоких температурах. А гелий-1 — это нейтральный гелий. Оба электрона на месте. Второй, конечно, тихо сидит, никуда не прыгает. А первый, менее связанный, легче он возбуждается, он дает вот эту линию. И у любого химического элемента есть повышение его, так сказать, представительства в спектре, а затем понижение. Тут при температуре порядка 10 тысяч кельвинов водород ярко представлен своими спектральными линиями. До и после его нет. Значит, в звездах спектрального класса А, пока не обращайте внимания на нолики, потом я объясню смыслу, представлены линии в основном водорода. Гелия еще нет, слишком холодно, а металлов уже нет, слишком тепло. Ну, некоторые еще есть там ионизованные металлы, но не очень представлены. Потом нагреваем, нагреваем поверхность звезды, водород ионизуется, и все, от него никакого спектра-то не получше. Протоны сами по себе, электроны сами по себе. Гелий начинает свои линии выдавать. Сначала гелий один, а потом единожды ионизованный, гелий два. Но при очень высоких температурах и гелий дважды ионизованным становится, то есть оба электрона оторваны, все, и линии гелия вы не получите. Вот это заслуга квантовой механики. И после этого стало понятно, что звезды состоят не из металлов, просто у холодных звезд линии металлов хорошо видны, а звезды состоят из водорода и гелия. И впервые этот факт был надежно доказан в диссертации, у них там кандидатских докторских нет, PHD, в общем, в диссертации написанной дамой Сицилии Пейн. А потом она стала Пейн Гапошкина, когда вышла замуж за нашего русского астронома, переехавшего в Штаты. Ну и вот книжки у них на двоих, Пейн Гапошкина и Гапошкин выходит. Дамы в 30-е годы 20-го века в науке были не очень широко представлены, прямо скажем, их почти не было. Их работам не доверяли, и Пейна была еще не Гапошкина. Довольно долго, как сказать, была не понята в сообществе астрономов, как это так вот. Мы не видим линий водорода, почти не видим спектре Солнца, а вы нам говорите, что Солнце состоит почти из чистого водорода. Вот она с квантовой механикой разобралась, одна из первых, и доказала это, и потом стала великим астрономом. Пожалуй, одна из немногих женщин, имена которых в астрономии просто столпами такими стали. Между прочим, ее именем ничего не названо. Надо это исправить. Никакой телескоп не назван, никакой кратер там на Луне, по-моему, не назван, а ведь она совершила, можно сказать, революцию в астрономии. Спектры звезд главной последовательности. Ну, теперь я уже про эти цифры скажу. О, А, Ж, К — это основные спектральные классы. Но оказалось, что они слишком грубые, что внутри одного и того же спектрального класса вы найдете звезды, значительно различающиеся по спектрам. Чуть выше температура, чуть ниже, ну, видите, что тут чуть выше, чуть ниже, вот внутри одного спектрального класса довольно сильно может изменяться интенсивность спектральных линий. Значит, надо было какое-то еще мелкое подразделение ввести. Его ввели, разбили интервал между этими грубыми спектральными классами на 10 подинтервальчиков. А0, потом идет А1, А2, А3, А9, следующий, Ф0, Ф1, Ф2, Ф3, Ф9, ну и так далее. Это уже более мелкое деление. И тут вы всегда у спектров найдете вторую букву и цифру. Ж2 — это какая звезда? Кто помнит? Ну, это Солнце. Наше Солнце имеет спектральный класс Ж2, да. А эти звезды более холодные, вот М — это совсем холодное. Красный конец спектра яркий, голубого практически нет. Эти звезды горячие. О, красного мало, а голубого много. Ну и линии поглощения в основном гелия. Тут видны чуть-чуть водорода. Никаких металлов там нет, они все ионизованы. А тут не только металлы, тут даже вот титан, ну, в общем, молекулы. А у молекул очень сложный спектр. И мы говорим не линии молекулярные в спектре, а полосы. Это прямо чистокол такой линии, потому что у молекулы очень много вариантов возбуждения, ну и, соответственно, излучения. У атома только прыжки электрона туда-сюда, а у молекулы, например, титан-О, да, два атома, титан и кислород. У нее еще масса движений, в которых может энергия быть запасена. Например, два атома могут вибрировать относительно друг друга с разной интенсивностью, а значит, набор энергетических уровней у них есть. Молекула может вращаться вокруг двух направлений, два угла всегда. У нас можно любое движение по двум направлениям разложить. Вращение — тоже энергия. Изменяя скорость вращения, молекула может возбуждаться, поглощать или излучать. Поэтому у молекул целый набор таких вот чистокол линий, которые иногда сливаются, и мы говорим полосы, молекулярные полосы, прям широкие такие черные места в спектре. Ну вот так, значит, это я уже объяснил. b от нуля идет b-b-b-b-b, b-b-b-b, b-9, начинается а0, а один, два, три, четыре, а9 и дальше там f и так далее. Вот это классификация. Обычно в учебниках этим и ограничиваются, описывая спектр звезд. Но у астрономов еще есть некоторые тонкости, которые нам надо знать, я о них чуть попозже скажу. Вот как выглядят спектры. Это обозначение спектров, это соответствующая им температура поверхности звезды, ну и внешний вид вы видите. Если звезда холодная, там прям вот эти вот широкие молекулярные полосы, они огромные участки спектра с собой заслоняют. То есть если звезда горячая, то тоненькие довольно линии. Вот берем А0, видите, прям Бальмеровская серия линий. Вот где-то здесь, вот здесь вот, АНАЛЬФА, АНБЕТА, АНГАМА, АНДЕЛЬТА, и там бесконечно много. Но потом уже они сливаются вместе, и дальше континуум начинается уже, электрон отскакивает в свободный полет. Вот у горячих водород пропадает, у холодных водород не то, чтобы пропадает, но уже конкурирует с другими линиями. А у звезд с температурой 9, 10, 11, ну вот порядка, вот здесь цифра, тысяч кельвинов водород в основном в спектре представлен. Эмиссионные спектры, я говорил, что у некоторых звезд бывают особенности в спектрах. Эти особенности надо как-то обозначать. Ну, во-первых, при низких температурах обычно очень небольшая вариация температуры приводит к довольно значительному изменению внешнего вида спектра. Поэтому иногда приходится даже не десятичную, а еще и сотую, ну как сказать, в общем, деление более мелкие в спектре представлять. Вот спектральный класс М4,5 приходится. Вот между пятью и четырьмя довольно четко можно выделить переходный такой тип. И буквы дополнительные. Иногда много букв, ну, увидите, когда будете детально этим заниматься. Но уж, как правило, буква П часто бывает в спектрах. П значит пикюлер, пикулярный. Что значит пикулярный по-русски? Слово пикулярный как вы воспринимаете? Странный. Странный, особенный, да, особенный, необычный. Вот пикулярный, необычный. А Е, ну, это И, да, английская. Ну, почему-то астрономы говорят Е. А эмиссионный спектр, то есть там можно заметить линии излучения. Ну, вот тут вот они видны, повышение яркости немножко. Линии излучения, как правило, связаны с выбросами из звезды каких-то облаков разреженного горячего газа. Либо не выбросы, а просто широкая корона истечения, такой эмиссионный спектр. И обычно даже вот вы найдете иногда много букв, ну, например, там, F4P цинк. То есть, значит, спектр пикулярный, и в нем линии цинка необычно сильны. Это называется, ну, такие специальные звезды пикулярные, высокометалличные, или там, с особенностями содержания металлов. До сих пор интерпретация таких спектров довольно... То есть, понять-то мы можем, какие там химические элементы, а вот по какой причине у одних звезд они есть, а у других нет, это пока вопрос изучается. Но, как правило, спектры все-таки не картинками представлены. Вот такие картинки, да, на них приятно смотреть, они красивые, но все-таки спектр прописывают, фотометрируют, то есть измеряют аккуратно яркость вдоль спектра, и потом представляют в виде графика. И это как-то более удобно для исследования, более мелкие детали, там вот тонкие спектральные линии. И тут вы видите последовательность от горячих к холодным, ну и внешний вид спектра. Это ультрафиолетовый конец, это красный конец спектра, и тут видны холодные звезды, у которых завал в ультрафиолетовой области, ну и горячие звезды, вот B. О нету, но B тоже горячая, 15-20 тысяч кельвинов у нее в ультрафиолет все уходит. И почти всегда вот у горячих звезд виден вот такой обрыв вальмировской серии, когда электрон уже легко отщепляется от атома. Переходы внутри атома, они требуют точной настройки. Вот должен лететь квант именно с этой энергией, которая соответствует разности энергетических уровней. А все другие кванты с чуть больше и чуть меньше энергии, они взаимодействуют с атомом, они легко пролетают. Но если энергии кванта достаточно, чтобы оторвать электрон, тогда любой более мощный квант тоже может оторвать электрон. И вот здесь уже не линия получается, а большой провал. Кванты с энергии начиная отсюда, ну, с длины волны начиная вот отсюда, и с более короткими длинными волн, с большими энергиями, с большей частотой колебаний кванта, каждый из них может оторвать электрон. И, значит, тут, ну, можно сказать, это аналог спектральной линии, только это уже не линия, а такой вот обрыв, уступ. Шли линии, 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 а потом бам, и континуум. Бальмерский скачок называется спектр. Ну и вот тут он видел хорошо. Конечно, чем детальнее изучаешь какую-то науку, тем больше ответвлений начинается, каких-то особенностей. Видите, спектральная классификация постепенно становится такой многомерной, не просто линейной, а многомерной. Уже от каких-то спектральных классов возникли, ну, это еще в 40-е годы, ответвления. Они связаны с особенностями химсостава. То есть температура соответствует G-классу, но какие-то химические элементы там, либо их очень мало, но, как правило, либо их очень много. Как правило, вот избыток каких-то химических элементов приводит к тому, что приходится говорить, это по температуре этот класс, но по химсоставу он немножечко отличается. Вот и вот эти вот ответвления, где там, kiss me right now, вот это вот. Да, тут бы надо уже why добавить, потому что, я думаю, большинство сегодня согласно, что есть звезды с температурой ниже тысячи кельвинов. Вот это бурые или коричневые карлики. Кстати, на русском языке до сих пор не утвердилось одно название для холодных звездообразных объектов. По-английски brown dwarf, а по-русски мы говорим, вот я, например, предпочитаю говорить коричневые карлики, а мой коллега вот за этой стеной, Блиников Сергей Иванович, он предпочитает говорить бурые карлики. Я не понимаю, что такое бурый цвет. Есть такой цвет бурый? По-моему, есть? Бурый? Медведь бурый. Бурый медведь? Бурый медведь есть. Да, ну действительно, бурый медведь есть. Да. Ну, не знаю, может быть, надо говорить бурые. Мне это не нравится вот почему. Сокращенное BK точно соответствует белым карликам. Ну, правда, KK, коричневые карлики, соответствуют красным карликам. В общем, а нет никакого другого цвета, который бы был похож на коричневый, но другим словом. В общем, это ерунда, конечно. Но надо к терминологии относиться серьезно. Особенно сегодня, когда вы многие тексты просматриваете с помощью поисковиков, один и тот же объект не может называться двумя разными словами, иначе поисковик просто не найдет нужного вам в тексте. Хорошо. Ну и есть вот звезды с особенностью строения, скажем так. Например, они такие же горячие, как горячие звезды, но окружены еще разреженной газовой оболочкой. Вот звезды типа Вольфа и Раи, это два астронома, Вольф и Раи, французские. И W это Вольф и Раи, а еще особенности химсостава, там азот, либо углерод представлен в спектре. Ну это вот такая особенность строения звезды. А дальше еще прилепили здесь два спектральных класса супергорячие звезды с температурой там 150, 200, даже 250, иногда тысяч кельвинов. Это обнаженные ядра постаревших звезд, когда оболочка сброшена, а ядро оголилось, а температура на нем еще очень высокая. Вот это ядро планетарных туманностей. Либо звезда взорвалась, ну или там не взорвалась целиком, а на поверхности звезды произошла ядерная вспышка, термоядерная вспышка, и она резко нагрелась, потом будет остывать. Ну это вот новые звезды. Вот примерно так сегодня выглядит классификация. Если еще добавить Y сюда, я думаю, в ближайшие годы это станет нормой, то будет такая вот спектральная классификация. Но вот что важно, вот что я обязательно хочу вам показать для астрономов, потому что физики этого не знают. Я помню, были работы, физики часто в астрофизику окунаются, в астрофизике богатейший материал, но они каких-то мелочей не знают, и оказывается, работы оказываются негодными, приходится их отвергать. Вот, смотрите, это спектры, ну не будем обращать внимание там на Вольф-Рае, а вот О, Б, А, Ф, Ж, К, вот эти вот. А это десятичное подразделение спектров, да, я уже говорил, что бывают переходные между 0 и 1, В0 и В1 еще бывают вот, или там какие-нибудь даже 9 и следующим спектральным классом, А0, вот приходится там 9 с половиной, но видите дырки, то есть звезд, которые были бы классифицированы вот такими десятичными подразделениями, их нет в каталогах, не нашлось таких звезд, вот демонстрирующих, например, спектр К-7 или К-8, ну, по крайней мере, в 90-м году их не было, я думаю, и сейчас нет, спектральная классификация тогда уже сложилась намертво, ничего нового в нее не добавляется. А физики иногда нам вот преподносят такие работы, пытаются публиковать, где они думают, что это непрерывное, непрерывный переход по всем десятичным подразделениям, и это выглядит немножко непрофессионально. Или вот, например, десятка, да, ну, по определению не может быть десятки, после 9 следует начало следующего спектрального класса. Нет, решили, что М10 нужно ввести, потому что следующий класс уже не похож, или 0 не слишком похож на М. Вот это надо иметь в виду и ориентироваться на то, что астрономы делают, и какие-то объекты пока не найдены. Спектры, еще раз показываю, спектры мы не то чтобы в большинстве, а всегда, во всех случаях, получаем для исследования в черно-белом виде. То, что в научно-популярных книжках и иногда в учебниках, или вот я вам сегодня показывал на слайде, цветные красивые спектры, они никогда не изучаются, потому что все наши приемники монохромные, одноцветные, там, ПЗС-матрица, нормальная, если не бытовой фотоаппарат, а нормальная астрономическая ПЗС-матрица, она же никаких светофильтров не содержит, и мы спектр получаем всегда черно-белый. Поэтому никакого там красного и голубого конца нет, мы просто знаем, что это вот голубой конец, а это красный конец, и зато в одноцветном спектре более четко структура его видна, вот более тонко видны линии. Кстати, о химических элементах. Иногда говорят, что спектр Солнца полностью расшифрован, что мы можем понять про каждую спектральную линию, какому химическому элементу она принадлежит. Это не совсем так. Спектр Солнца особенно детально излучен, ну, понятно, света, много от него идет. И хотя там десятки тысяч линий отождествлены и привязаны к конкретным химическим элементам, есть еще десятка, ну, может быть, около дюжины, или вот недавно еще 20 линий было, которые пока не удается отождествить. Мы не знаем, к какому химическому элементу они принадлежат, потому что у некоторых элементов очень сложная структура вот этих термов, то есть энергетических уровней. К тому же я вообще ничего не говорил про спин. Вы же знаете, что у любой частицы есть направление собственного момента. Импульс, ну, вращение. И спиновая вот эта структура тоже довольно тонкая, там очень тонкая, сверхтонкая иногда расщепление линий бывает. В общем, надо иметь в виду, что даже спектр Солнца не интерпретирован на 100%, на 99,5% да, а некоторые, ну, спектр Солнца это почти вот это вот, Ж0, ну, Ж2 у нас, Ж0, почти Солнце. Вот на этой иллюстрации горячие были звезды, от B до G, то есть горячее Солнце. Ну, и как видите, вот водородные линии тут, ну, H-альфа обычно не попадает, она очень красная, наши приемники к ней не всегда чувствительны. Вот начиная с H-бета уже всегда видны вальмеровские линии, вот здесь, ну, H-кальция, и вот на линию H-кальция ионизованного попадает H-эпсилон водорода, поэтому их там разделить очень трудно. Ну, вот водород здесь просто идеально представлен. А теперь эта иллюстрация, это холодная часть последовательности спектров от солнечной температуры и до более низких, там, да, трех тысяч кельюнов, примерно от M8 это уже три тысячи кельюнов. Как видите, колоссальное количество линий и даже спектральных полос, молекулярных полос тут начинает появляться. Как правило, простите, как правило, такие спектры, холодные спектры, они либо к очень маленьким звездам принадлежат, ну, просто карликовые звезды, не нагретые сильно, либо к очень постаревшим звездам, у которых масса может быть большая, но к старости звезды раздуваются, и оболочка охлаждается. Вот это вот омикрон-кита, омикрон-цетель, это сверхгигант с очень расширенной широкой оболочкой, которая уже там вдали от ядра звезды холодная, и тут такой предельно холодный спектр, но эмиссионный, я вам говорю, наружные области большой, раздувшейся звезды становятся полупрозрачными, от них уже не получишь непрерывного спектра, но отдельные спектральные линии, они вполне еще могут излучать, в линиях они непрозрачны, а в континууме они почти прозрачны, и мы сразу видим, что вот у таких звезд появляется буква Е, эмиссионный спектр, вот линии эмиссии, то есть излучения водорода, они тут видны хорошо. Ну, это предельно горячие звезды, вот Вольф-Рае и предельно горячие О-звезды, ну, тут линии водорода, а, водород есть, но его почти не видно, а гелия, а почему тут гелий нет? Ну, жалко, надо было. А, вот эта линия гелия, вот эта линия гелия, они тут довольно мощно представлены. Ну, и линии спектра с особенностями химсостава, вот эти те самые R и N, вроде бы температура у них нормальная, там порядок солнечный, но есть много линий элементов, как правило, металлов, которые не характерны для других звезд. Когда Пейн, Цицилия Пейн, расшифровала, так сказать, объяснила людям, как по относительной интенсивности спектральных линий судить о количестве атомов в атмосфере звезды, все стало на свои места. Тогда астрономы поняли, что звезды состоят из водорода на три четверти, из гелия на четверть, а вся остальная таблица Менделеева, дай бог, чтобы, ну, самые-самые богатые металлами, а металлы, вот я говорю металлами, а не объяснил. На нашем жаргоне астрономическом все, что дальше гелия в таблице Менделеева, мы называем металлами. Ну, так вот принято. Металличность звезды, степень металличности, это не значит, что речь идет о железе там или об алюминии, это значит, что в основном речь идет о вот этих следующих за гелием элементах, ну, литий, бериллий вообще там, их нет в природе почти, а вот цену, это такие следующие по распространенности элементы, и дальше, вплоть до железа, иногда и даже за железом. Их немного. У нас на Солнце полтора процента. Есть чуть более металличные звезды, более молодые, чем Солнце, ну, два процента. А есть звезды, у которых гораздо меньше одного процента, и даже тысячных долей процента, есть и такие, 10-4 содержания металлов. То есть фактически чистый водород и гелий, почти в чистом виде. Но вот эта вот маленькая добавочка, она все-таки критически важна для жизни звезды. Знаете, когда вы варите суп, вы туда чуть-чуть еще соли и перца добавляете. По массе это микроскопическое количество, но вкус меняется радикально. То же самое с появлением тяжелых элементов в составе звезды, вот этих в основном, ну, и металлов там, фермы и так далее, сильно меняется отношение вещества звезды к фотонам электромагнитного излучения. Дело в том, что водород и гелий очень плохо взаимодействуют со светом. Они почти прозрачны для него, а элементы более сложные, они хорошо взаимодействуют. У них много вариантов переходов электронов, и они хорошо поглощают свет, идущий из недр звезды. Так что стоит добавить чуть-чуть этих элементов, и звезда совсем по-другому себя ведет. Она запирает внутри себя свет, не выпускает его, долго сохраняется, как источник термоядерной энергии, потому что свет оттуда не выходит, значит, надолго хватает энергии термоядерного синтеза. А если звезда из чистого водорода и гелия, она быстро из себя все выпускает, прогорает быстро, ярко горит, но быстро кончается ее период, период активной жизни. Так что вот этот вот малый процент, и даже доля этого процента, это очень важно для эволюции звезды. Если расшифровать вот эти вот два процента, то есть посмотреть, что там кроме водорода и гелия еще и в каком количестве, ну, спектр Солнца позволяет это сделать. Он детально изучен. В общем, и у других звезд примерно та же история. На что тут надо обратить внимание? Ну да, водорода много, гелия поменьше, но тоже очень много. Дальше жуткий провал. Это бериллий и бор. Их в природе почти нет. Литий, бериллий и бор. Вот эти три элемента, к сожалению, литий, который необходим для наших аккумуляторов, в наших гаджетах, там, литиевые батарейки, крайне редкий элемент в природе, потому что они сгорают легко в термоядерных реакциях и плохо синтезируют. Ну, сгорают, в общем. А дальше идет довольно равномерный спад в сторону железа и дальше вплоть до урана. Но обратили внимание, что тут периодичность какая-то просматривается, да? Вот туда-сюда. Ну, пила такая, пилообразная форма этой кривой. Она связана с тем, что ядра химических элементов, содержащие четное количество нуклонов и нечетное количество нуклонов, протоны и нейтрон, они по-разному разрушаются, ну, либо наоборот, синтезируются в термоядерных реакциях. Там, где четное количество нуклонов, эти ядра более связаны, более прочны. Вот ядро гелия, гелий-4, два протона, два нейтрона, альфа-частица, очень прочное ядро. А уже добавить один нуклон или отнять один нуклон становится не таким устойчивым ядром. Поэтому вот это вот, значит, те элементы, которых больше, там четное количество нуклонов, нечетное, четное, нечетное, так идет. Ну, и кроме того, еще видна вот эта вот горочка, железный пик. Там железо, никель, очень близкие к железу элементы. Это тоже связано со строением ядер, ядра атома, оно очень хорошо связано и во всех процессах термоядерных. До железа доходит, а потом дальше синтез не идет, и железо, как конечный продукт термоядерного синтеза, он накапливается в природе. И вот его, железо, никель в основном, там рядышком, его много. Но эти вот, о природе этих элементов все еще идет дискуссия, в каких процессах они рождаются. Так, давайте не будем никакие перерывы делать, ладно? Не будем. Когда спектральная классификация для тысяч звезд была создана в Гарварде, начало 20 века, и примерно тогда же были измерены первые параллаксы звезд, а то, ну, расстояние до ближайших звезд, появилась возможность уже как-то вот комбинации какие-то выстраивать. Параллакс дает расстояние. Видимый блеск звезды и расстояние позволяет вычислить абсолютную светимую звезды. Давайте сравним эти две характеристики. Спектральный класс — это температура поверхности, а абсолютная звездная величина — это светимые звезды. Это уже такие настоящие физические характеристики. Впервые на эту плоскость измеренные звезды, точки нанесли два астронома американский Рассел и европейский датский Гершпрунг. С тех пор мы эту плоскость называем диаграммой Гершпрунга-Рассела. Очень важная вещь в астрономии, потому что только эти две характеристики для большинства звезд мы имеем возможность в лучшем случае определить. Мощность излучения, ну, или светимость, как мы говорим, и температура поверхности. А что еще вы можете сказать о звездах, которые далеко от вас? Там какие-то детали, химсоставы, все это сложно измеримо, а эти две характеристики легко измеримы. Ну и вот они отметили два факта. Первый факт. Звезды распределены более или менее по диагонали, а холодные — малую светимость имеют, горячие — высокую. Ничего как-то... Это и ожидалось, да, правильно? Горячие всегда ярче светится. Все понятно. Но непонятным была вот эта история. Группа звезд, имеющих не высокую температуру поверхности, но высокую светимость. Ну а раз так, значит, они большой размер имеют, иначе при низкой температуре поверхности вы много не излучите света, если сама поверхность не очень большая. Значит, они огромного размера, их так и назвали гиганты. А какие они гиганты? Красные. Поверхность вот этих звезд — это желтые, это голубые, а это красные. Красные гиганты. И некоторое количество звезд... Ну тут тогда одна только была известна, такая звезда. Сами догадайтесь, какая это была звезда. Маленькие, но горячие. Их назвали белыми карликами. Они горячие, но белые. А раз малая светимость, значит, поверхность маленькая, значит, размер маленький. Какая это звезда, как вы думаете? Сириус Б, конечно, да. Тогда Сириус Б был единственным белым карликом, более или менее так детально изученным. Но это требовало интерпретации, объяснения. И объяснения в течение XX века предлагались, причем кардинально разные. Значит, первое объяснение было такое. Ну, может быть, вот эту современную диаграмму покажу. Ну, собственно, на ней только один параметр добавился. Зная светимость и температуру, вы можете вычислить размер звезды. И тут нанесены линии равного размера. Это маленькие, тысячные, сотые доли солнечного радиуса. Это солнечный радиус, понятно, место Солнца здесь. А дальше идут красные гиганты. В сто, в тысячу раз больше Солнца по размеру. Так вот, интерпретации могли быть разными, и они предлагались разными авторами. Например, одни говорили так. Звезда рождается большой, массивной, горячей, ярко светит, высокую температуру имеет, а по мере жизни остывает, движется вдоль этой траектории, и потом мы ее не видим, кончается Е жизнь. А энергия, откуда может быть черт взяться? Е равно МЦ квадрат. Тогда теория Эйнштейна работала уже вполне. Физики в нее верили. Излучение уносит массу звезды, поэтому, двигаясь по этой диагонали, звезда теряет массу, она уходит в виде света, в виде излучения, и вот такое вот движение вдоль глаз. Поэтому мы и видим саму эту последовательность. Это, так сказать, путь звезд. Другие говорили, нет, наоборот, звезда рождается маленькой, а потом, путешествуя по космосу, она набирает массу. Есть облака межзвездного газа, и, проходя через них, звезда притягивает к себе этот газ, аккреция происходит, звезда с возрастом полнеет, масса увеличивается, яркость увеличивается, и, значит, движение происходит вот с нижнего конца туда наверх. Это была вот советская в основном тогда идея, Масевич, Паринага, это была в основном европейская идея, физики европейские, американские, считаю, в общем, были такие конкурирующие два лагеря. Чем дело кончилось? А дело кончилось совсем даже неожиданно. Ну, это вот такой примитивный вид диаграммы Гершпунга-Рассела для любителей астрономии годится вполне, основной, как мы говорим, последовательности, секвенс, main sequence, главная последовательность тут, 90% звезд здесь сидит, это последовательность гигантов, сверхгигантов иногда есть и такие, ну и последовательность белых карликов. На самом деле, у профессиональных астрономов вид диаграммы более детальный обычно используется. Как видите, тут есть не только гиганты, но и субгиганты, то есть промежуточные, так сказать, не очень большие, чуть-чуть больше, чем звезды главной последовательности, и яркие гиганты, и сверхяркие, и не так давно появилась новая группа гипергигантов, а по-английски гигант-джайант, и по-английски это суперджайант, ну гиперджайант понятно, а вот суперджайант непрофессионалы переводят в своих текстах физики даже часто очень пишут, как супергиганты, но мы с вами астрономы, мы знаем, как правильно надо говорить, а сверхгиганты, есть субкарлики, то есть чуть вроде бы пониже их яркость, чем у звезд, которые условно называются карликами, но мы теперь понимаем, они не ниже по светимости, они другую температуру имеют, более высокую, у них меньше содержания тяжелых элементов, и они вот, это те же звезды, но с более горячей поверхностью, потому что там в атмосфере нет достаточного количества железа, так вот, это современный вид, и выяснилось, что звезды в течение своей жизни не путешествуют вдоль главной последовательности, ни туда, ни сюда, они путешествуют перпендикулярно главной последовательности, и, пожалуй, первым это Мартин Швардшильд, вот книгу, которую я показывал, он так очень четко на моделях это показал, что эволюционное, то есть с возрастом происходящее, движение звезд происходит не вдоль, а поперек главной последовательности, и звезда где-то в каком-то месте живет долго-долго, а потом прыгает сюда, раздуваясь перед смертью, а как сбрасывает оболочку, ее ядро оказывается здесь, в этой области. Ну, траектория движения довольно сложная, поговорим о ней, но, в принципе, проблема решилась совсем не так, как большинство астрономов этого ожидали, не вдоль, а поперек главной последовательности. Но эта картинка, наверное, никакого большого смысла для вас не имеет, по крайней мере для меня точно, потому что я дальтоник, и эти цвета для меня мало что. это значит. Ну, для тех, кто любит в цветах себя представлять, вот видите, даже, я даже не знаю, в чем разница между apparent и conventional. По-моему, они совершенно одинаковые. Что значит? Общепринятый и видимый цвет. Есть какая-то разница? Ну, посмотрите, может быть, это вам интересно. По крайней мере, здесь о светимости, это очень интересная характеристика, для звезд того или иного спектрального класса представлены. И вот эта довольно важная колонка, процент этих звезд на фоне всех остальных. более, ну, можно сказать, более 80% всех звезд в галактике это очень холодные, маленькие красные карлики. А то, что мы обычно видим на небе, а видим мы, как правило, вот если посмотреть так, невооруженным глазом, мы видим вот эти звезды. У них потрясающая светимость, видны они издалека. Таких звезд мы, глаза мы не видим. Вы ни одного красного карлика не увидите на небе невооруженным глазом. Видимо, вот эти, они составляют менее, даже в сумме, менее 1% от всех звезд окружающих Солнца, ну, вообще от всех звезд галактики. Это очень важное распределение. Больших мало, маленьких много. Ну, наверное, это общая тенденция. Возьмите любую популяцию, чего угодно, растений, животных. И вы всегда маленьких насчитаете по количеству. Много, а больших всегда мало. Это какие-то такие пищевые цепочки, наверное. Но в данном случае это не имеет отношения к пищевым цепочкам, а требует какого-то отдельного объяснения. Я скажу, что эта задача до сих пор не решена. Вот объяснить теоретически, почему звезды распределены вот так, почему больших, массивных. Видите, масса-то это десятки масс Солнца. А тут какая масса? Десятые доли массы Солнца. Почему массивных рождается в природе мало по количеству, а мало массивных звезд много, и детальное это распределение по массам, оно называется функция масс звезд, оно до сих пор не получило теоретического объяснения, хотя несколько моделей представлены. Причем модели иногда совершенно замечательные. Ну, например, в одной работе было показано, что если взять, ну, назовем так, ступка, некий прибор, который размалывает твердое тело, да, там, куски сахара туда накидать, начать их размельчать, на самом деле была взята не ступка, а такая машина под названием грохот, в которой измельчаются породы, вот, ну, или уголь. Вы добываете уголь большими кусками, а он гореть не будет в печах, его надо размолоть в мелкие кусочки, и его вот в этих грохотах, там, перекатываются железные шары, размельчаются, и один астроном взял выгреб эти кусочки угля, разложил их по массе, ну, большие, меньше, 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 до самой пыли, и оказалось, что их распределение по массам точно соответствует распределению звезд по массам. Что общего? Ничего. Или, если взять объем какой-то, ну, не знаю, вот такой куб, и начать случайным образом кидать плоскости. Ну, кусок масла, и вот так ножом его, вот так вот вот мельчить, в случайных направлениях совершенно, он распадется на мелкие и более крупные кусочки. Их распределение по массам в точности соответствует функции масс звезд на главной последовательности. Физика вроде бы разная, а результат получается один и тот же. Белые карлики, конечно, очень маленькие, хотя довольно массивные, они могут быть с массой Солнца, или там половина массы Солнца, а размер, как у нормальных планет, чуть больше, чуть меньше, чем у звезды, поэтому плотность колоссальная. Солнце во сколько раз больше земного шара по диаметру? Кто помнит? Братцы, такие вещи надо помнить. Ну, в 109 раз, ну, в 100, ладно, в 100 раз. Значит, по объему Солнца во сколько больше Земли? Если в 100 раз больше по диаметру, значит... А? В миллион раз больше по объему. Если вы ту же массу сожмете по объему в миллион раз, значит, плотность станет в миллион раз больше. Средняя плотность тела. У Земли какая средняя плотность? Не обижайтесь, что я вас проверяю все время. Мне интересно, какой у вас граунд, что вы читали до сих пор, решив заняться астрономией. Средняя плотность Солнца и Земли. Вот кто мне скажет? Погромче, пожалуйста. У Солнца полтора грамма на сантиметр, правильно, кубический сантиметр. А у Земли? Ты посмотрела или по памяти? Да, я записывала. Молодец, да. Пять с половиной грамм на кубический сантиметр. Так вот, если один грамм на кубический сантиметр увеличить в миллион раз плотность, получается миллион граммов в кубическом сантиметре. А что такое миллион граммов? Тысяча граммов – это килограмм, тысяча килограммов – это тонна. То есть в кубическом сантиметре белого карлика, типичного, тонна вещества. Тонна в кубическом сантиметре. Можете себе такое представить? Хватает фантазии? Ну, наверное, на пределе фантазии можно представить. У нейтронных звезд еще в миллион раз выше. Вот этого у меня уже не хватает. Ну, белые карлики тоже довольно своеобразное вещество, которого никогда не получишь в лаборатории, ну, просто тонну объема в кубический сантиметр ничем не сожмешь. А мы их изучаем, их много, их десятки тысяч в каталогах открыто изучено, ну, с поверхности, конечно, но все равно изучено. И это очень важный источник информации. Вот некоторые белые карлики, и не только белые. Почему? Вот тут Проксима, Альфа, Центавра, Кентавра, правда, вторая звезда. И некоторые белые карлики с их параметрами. Кстати говоря, для белых карликов названия спектральных классов совсем даже другие. Вот Д, Д, Вов, значит, карлик. Хорошо. Я уже говорил, что ширина спектральной линии говорит обо многом. И она нам иногда позволяет различить карлики и гиганты. Хотя температура поверхности у них может быть одинаковая. Это очень важно. Смотрите, ну, вернемся к диаграмме. Где у нас там диаграмма? Представим себе, что мы на небе увидели красную звезду. Красная. Ну, или там желтовато-красная. А мы хотим узнать, далеко она или близко. Каково до нее расстояние? Мы только ее видимый блеск знаем. А чтобы судить о расстоянии, надо бы еще знать ее светимость. То есть решить, она красная, потому что вот в этой части главной последовательности, или она красная, потому что какой-нибудь гигант-сверхгигант. Они одинаковую температуру поверхности имеют. Как же их различить? Гигант и карлик, если температура поверхности у них одинаковая. А расстояние мы другим методом оценить не можем. А вот как. Мы присматриваемся к ширине спектральных линий. Если они широкие, это говорит о том, что атомы плотно упакованы в атмосфере звезды, тесно взаимодействуют друг с другом, мешают друг другу излучать строго на определенных, или поглощать строго на определенных частотах, потому что рядом другой атом, у него свое электрическое поле, и тут в твоем атоме, который рядом, меняется структура электрического, как сказать, картина электрического поля, и он чуть-чуть на других частотах начинает поглощать. Широкие линии говорят о высокой плотности атмосферы. Высокая плотность, она у белых карликов. Он сам плотный, атмосфера у него прижата очень сильно к звезде, и поэтому это типичный для карликов спектр. А если линии тоненькие, это говорит о том, что атомы в атмосфере звезды летают свободно, друг с другом не взаимодействуют, каждый атом излучает строго на предписанной ему, или поглощает строго на предписанной ему длине волны, и, естественно, все это ложится в одно место спектра. Поэтому тонкие линии говорят сразу о плотности атмосферы, а значит, и о размере звезды. И мы сразу можем сказать, она в области гигантов или в области карликов. Вот прямо кусочки спектров, это спектр гиганта, даже сверхгиганта, это спектр карлика. Температура, очевидно, одна и та же, потому что относительная интенсивность линии одинаковая, но ширина линии разная. Видите, так, условно это карлик, а гигант был бы, наверное, размером с гаиш, если так его целиком нарисовать. Ну, это, пожалуй, просто образцы спектров, диаграмма. Простите, последнее время стал часто простывать. Ближайшие к нам звезды, как правило, похожи на Солнце, либо еще более мелкие. И вот эта диаграмма Гершпунга, она не совсем художественная, она довольно точно представляет реальную диаграмму ближайших к нам нескольких тысяч звезд. Вот самые близкие Альфа-Кентавра А и Альфа-Кентавра Б, двойная система, ближайшая к нам. Ну и их третий член, Проксимана, красный карлик, совсем крохотный. И даже можно заметить, что тут вырисовываются такие эволюционные уже направления движения звезд. Видно, что они уходят в главной последовательности, сбрасывают оболочки в состоянии красных гигантов, и потом остывающее ядро звезды движется в область белых карликов. Ну, а он белый пока горячий, а потом он остывает, остывает и становится... Медленно, правда, очень остывает, но когда-нибудь станет красной маленькой звездочкой. Детальная диаграмма Гершпунга вот на этой картинке, и тут точками конкретные звезды показаны. Если присмотритесь, просто многие из них узнаете. Большинство, конечно, на главной последовательности, но среди знакомых нам звезд много гигантов и сверхгигантов. Просто тех, которые мы по именам знаем. Ну, потому что они хоть и редкие звезды, но светимость высокая, и мы их видим издалека. А белых карликов не так много. Правда, их несколько тысяч уже выявлено. И вот здесь нарисованы такими широкими полосами, особенно вот эта важная полоса, очень важные места на диаграмме Гершпунга. Они примерно соответствуют классам где-то в районе от F до A. Вот тут вот. Ну и при низких плотностях атмосферы еще и к G. Что это за полоса? Она называется полоса нестабильности. По-моему, там так и написано. Да, инстабилити стрип. Полоса нестабильности. Это очень важное место, попадая в которое, а звезда же движется, она уходит с главной последовательности. Потом куда-то может сюда пойти. Ну, потом покажу еще на следующих лекциях. Могут звезды туда-сюда несколько раз ходить. Потом в область белых карликов и опять может пересечь. Попадая в это место диаграммы, то есть имея такую температуру поверхности, звезда теряет устойчивость. Обычно звезды очень неизменны. Вот наше Солнце. Ничего не меняется, светимость не меняется. Но именно при таких температурах и таких светимостях в атмосфере звезды возникает так называемый клапанный механизм. А именно, как правило, гелий в этом участвует. Слой гелия становится то прозрачным, то непрозрачным для проходящего снизу через него света. Ну, прозрачный и непрозрачный, просто зависит от того, ионизованный он, не ионизованный, или частично ионизованный, есть ли там электрон или нет, у ядра этого атома. И при таких температурах как раз такая ситуация складывается. И он начинает работать как, как сказать, автомодельный клапан, который начинает раскачивать звезду. Вот такие ситуации вы можете сами промоделировать, открыв кран со струей воды и подставив туда линеечку, какую-нибудь металлическую, упругую линейку. Вода идет постоянным потоком, постоянный поток тепла из звезды наружу выходит в виде квантов света. А линейка начинает колебаться вот так. Выходит из потока, ослабляется движение, входит в поток по инерции, давление воды на нее опять откидывает. И вот эти вот автомодельные колебания такие, самораскачивающиеся, они как раз возникают на звезде, в верхней части звездного тела, в районе атмосферы, когда звезда пересекает эту полосу нестабильности. И мы видим вот тут колеблющиеся, пульсирующие белые карлики, а тут пульсирующие гиганты. Вы, наверное, слышали про цифеиды, да? Ну, это все знают, да? Цифеиды, маяки Вселенной, которые пульсируют, и период пульсации связан с их светимостью. Мы таким образом узнаем расстояние до них. Так вот, это как раз звезды, попадающие в эту самую полосу нестабильности. Это очень интересно. Внутреннее строение звезд тоже зависит от того, где они, в каком месте диаграммы оказались. Обычно вот такие нормальные, как мы говорим, звезды, они имеют довольно протяженное такое большое ядро. Ядро — это то место, где термоядерные реакции происходят. Ну и оболочку, сквозь которую просачивается наружу. Там выработанное тепло в виде кванта света или бурлящего конвективного потока газа. А гиганты совсем по-другому устроены. У них очень маленькое и очень плотное ядро, на поверхности которого происходит термоядерная реакция, внутри которого уже все сгорело. Это зола термоядерного процесса. Там уже нечему гореть, там уже все превратилось иногда даже в железо, иногда там в близкие к нему элементы. И длинная, протяженная такая вот атмосфера полупрозрачная, поверхность которой мы видим, холодную красную поверхность огромного размера. А белые карлики еще совсем по-другому. Это, собственно, ядро звезды, как есть. Вот эта же часть, это, собственно, то, что осталось от звезды после того, как оболочка ее покинула. Ну, можно вот так показать. Очень важно было в свое время понять связь между светимостью звезды и ее массой. Это довольно сложно было сделать. Вообще измерять массы звезд трудно, надо двойные системы находить, точно орбитальные периоды определять, не только периоды, а и размеры. Но постепенно накопилась такая информация, люди этому посвятили. Своей жизни, можно сказать, я знаю несколько человек, которые всю жизнь астрономы занимались вот детальным выявлением этой зависимости. Масса светимость для звезд на главной последовательности. И сейчас мы ее имеем, и это очень важно, потому что теперь, определив светимость звезды, мы можем точно сказать, какая у нее масса, не измеряя массу прямо. Для нас это сделали вот предшествующие поколения астрономов, но масса звезды, она очень важна во всех расчетах. И тут видно несколько изломов. Вот с массой, с ростом массы, это логарифмическая шкала, заметьте, логарифмическая. Медленно, потом быстро нарастает светимость, потом довольно, ну тоже довольно быстро, и все медленнее, медленнее. А если взять звезды там 60, 80, 100 масс, Солнце, то практически она становится линейной, не логарифмической, а линейной. Это все очень важно, потому что по светимости мы определяем интенсивность термоядерных реакций. То есть как там процессы рождают тепло, энергию. И понимаем, как с массой связана интенсивность термоядерных реакций. Ну а значит и сами реакции можем. В старых звездных агрегатах, например, в скоплениях, где звезды когда-то одновременно родились и потом живут там, мы видим диаграммы Гешпанга-Рассел вот в такой странной форме. Вроде бы главная последовательность. А потом бац, ничего нет. Ветвь, которая называется ветвь гигантов. Вот звезды в этой части главной последовательности уходят в область гигантов, расширяются. Потом идут вот сюда. Что это, о чем это говорит? Потом иногда снова возвращаются. Вот цветы гигантов идут на горизонтальную ветвь, потом вот сюда на асимптотическую, а потом очень быстро перепрыгивают в область белых картиков. Вот интерпретацию таких диаграмм Гешпанга-Рассела для звездных скоплений мы с вами будем обсуждать. Это очень полезная процедура для того, чтобы понять, как эволюционируют звезды. Если взять диаграммы Гешпанга-Рассела разных звездных скоплений, ну, например, здесь там Плеяды, Ашахи-Персея, Геады, где-то Геады были. Ясли есть, а Геады, я чего-то не вижу. А, да, вот Геады. Потерял. И сложить их так, чтобы нижние части главных последовательностей были на одинаковом уровне, то мы увидим, что вот эти вот отходящие от главной последовательности кусочки, так сказать, населенные звездными места, они у разных скоплений разные. И о чем это говорит? Ну, теперь мы знаем, о чем. Маленькие звезды долго эволюционируют, медленно сжигают свое термоядерное, ну, водород медленно сжигают. Звезды большой массы имеют гигантскую светимость и быстро сжигают водород. Поэтому, когда скопление рождается, вот одно из самых молодых. Главная последовательность заселена звездами любой массы, от самых легких до самых массивных. А потом массивные первыми уходят в область гигантов, ну, и там, и жизнь кончается. Сбрасывают оболочку, и от них ничего не остается. Потом скопления более старые. У них уже все эти звезды проэволюционировали, остались только менее массивные. И чем старше скопление, тем меньше в него протяженность вот этой вот нижней части главной последовательности. И видите, справа шкала возрастов написано. По месту, где главная последовательность обрывается, ты можешь примерно оценить возраст скопления. Солнце еще ему предстоит, так сказать, полжизни оно прожило. А какое-нибудь скопление Месье 67, его возраст можно оценить как 5 на 10 миллиардов лет. Когда жизнь Солнца подойдет к концу, примерно 10 миллиардов лет пройдет, и тогда то скопление, в котором родилось Солнце, оно будет иметь только этот кусочек. Ну, Солнце когда-то тоже родилось в звездном скоплении, просто его уже нет. Так, я, конечно, увлекся спектрами, немножко затянул этот рассказ. Ну, давайте коротенько. Глядя на то, какие параметры у звезд разной массы, находящихся на главной последовательности, обратите, ну, понятно, их радиус меняется в зависимости от массы светимость, температура поверхности, спектральный класс, это мы все поняли, время жизни. Массивные звезды живут мало, несколько миллионов лет, звезды малой массы живут миллиарды лет, а самые легкие звезды живут больше триллиона лет. Но мы видим сегодня в галактике звезды и большие, и маленькие, и легкие, и массивные, а это значит, что они рождаются и в нашу эпоху, и давно рождались, и сегодня. Вот шкала времени от нашего времени вглубь туда, к началу жизни Вселенной, мы видим древние звездные скопления, мы видим современные звезды, ну, Солнце где-то в промежутке, современные скопления, и даже видим области, где прямо на наших глазах рождаются звезды. А из чего они рождаются? Это тоже понятно. Старые звезды теряют газ, вот мы видим, как Солнце теряет газ, мы видим, как постаревшие звезды типа Солнца очень активно теряют газ, значит, это то вещество, из которого могут следующие поколения звезд рождаться. В галактике мы это вещество иногда видим хорошо упакованным, уплотненным в облака. Это туманность Ориона, одна из самых известных. И надо было объяснить, а как из разреженного газа, потерянного предыдущими поколениями звезд, могут рождаться следующие поколения. Это же надо было как-то объяснить. Первым это... Ну, у Декарта была совершенно странная история, а Ньютон первым это объяснил. Создав теорию тяготения, он понял, что если в однородной среде есть какие-то небольшие уплотнения, то именно туда будет устремляться соседний газ. Эти уплотнения будут расти, расти, расти. И таким образом он на словах, у него не было еще математической теории, он создал теорию гравитационной фрагментации, то есть распада непрерывной сплошной среды на отдельные фрагменты. Но для этого нужны какие-то первоначальные неоднородности. Они всегда есть в природе. А уже математическую теорию Джеймс Джинс создал. Вот он, это конец 19-го, начало 20-го века. Что он сделал? Он записал уравнение звука, то есть распространение волны сжатия в непрерывной среде, добавив туда один член, гравитацию этого газа. Но мы с вами этого не будем делать, а просто рассмотрим, как ведет себя некое газовое облако. Там есть два противоборствующих эффекта. Один стремится расширить газ, это газовое давление, другой стремится сжать газ, гравитация. В зависимости от того, какой быстрее работает, тот и победит. Как расширяется облако? Надо поделить, за какое время оно может расшириться. Его размер надо поделить на скорость звука. И скорость звука — это скорость движения молекул в газе. Это называется динамическое время газового облака. Ну понятно, размер делим на скорость звука, она зависит только от температуры газа, получаем. А противодействующая сила — гравитация. Время свободного падения. Free fall time. Время свободного падения. То есть отключаем газовое давление и смотрим, за какое время гравитация сожмет облако. Ну, значительно. Желательно в точку. Очень просто. Третий закон Кеплера позволяет нам это сделать. Каждая точка движется на поверхности облака по эллипсу, ну, эллипсу, там, с эксцентриситетом близким к единице, да? Грубо говоря, падает по прямой к центру. И вы легко можете... Вот третий закон Кеплера. Куб большой полуоси, деленный на жм. А почему не 2π? В третьем законе Кеплера тут 2π стоит. А почему я взял одно π? Ну, просыпайтесь. Потому что надо только упасть. Да, надо половину пути пройти по эллипсу. И тогда смотрим, какой из них победит. В отношении остается только размер облака. В больших облаках гравитация преимущественно работает, а в маленьких газовое давление. Газовое взаимодействие частиц, да? Поэтому джинс, а теперь мы называем эти критические параметры, размер и массу облака джинсовскими. Размер джинсовский, масса джинсовская. Он их нашел. Ну, он там более аккуратный отдел, а мы найдем, просто приравняв эти два времени друг к другу. И получаем... Вот я их выразил через характерные параметры межзвездной среды, те, которые мы сегодня знаем. Джинс, к сожалению, этого не знал. Размер солнечной системы, масса Солнца. Но для этого нужно, чтобы газовая среда была очень холодной, десятки кельвинов и очень плотной. Десятки тысяч частиц, скажем, молекул водорода в кубическом сантиметре. К сожалению, сам джинс джинс не мог найти в астрономических данных таких холодных и таких плотных облаков. Было известно, ну, туманностерион, все знали, видели, горячий газ. Что тогда, в 20-е годы, когда он работал, было известно? Что есть горячие газовые облака H1, H2, то есть теплый, нейтральный, либо вообще ионизованный водород с температурой порядка 10 тысяч кельвинов, с очень низкой плотностью. Если подставить в эти формулы, то вы получите критический размер и критическую массу таких облаков совершенно невероятную. 100 миллионов масс Солнца, размер килопарсеки, таких звезд мы не видели в природе никогда. И джинс думал, как же так, вроде теория хорошая, а приложить ее не в чем. Прошли годы, джинса уже не было, он умер в 45-м. Открыли прохладный газ, облака нейтрального водорода, не ионизованного, нейтрального. Температура уже гораздо ниже у них, порядка 100 кельвинов, плотность гораздо выше, подставим эти параметры. Что такое 2000 масс Солнца? Есть какие-нибудь астрономические объекты, имеющие такую массу? Ну звезд явно мы таких не знаем, тысячи масс Солнца. А объекты знаем? А? Ух, черные дыры, до черных дыр еще дожить надо. Мы не знаем, как такие черные дыры образовались. А звездные скопления? Плеяды, геяды, другие звезды. Какие массы у них? Тысячи масс Солнца. Ага, а размеры у них какие? Ну, парсеки, там порядка 10 парсеков, там, плеяды. Слушайте, похоже. Вот оно, уже неплохо. Но все-таки это не звезды. В 70-е годы открыли очень горячий, полностью ионизованный газ, который окружает нашу галактику. Ну тут уже никакие, вообще ничего не вяжется, это полная масса галактики. А в конце, даже в середине уже 70-х открыли молекулярные облака из молекул водорода и других молекул. Температуры низкие, плотности высокие, критические параметры. Звезды, четыре массы Солнца, звезды. Вот только начиная с 75-го года, даже, пожалуй, с самого конца 70-х, мы наткнулись на тот компонент межзвездной среды, из которого реально могут рождаться звезды. Горячим газом заполнено все. Но если приглядеться вот к этим черным точечкам, вот они, плотные, холодные облака. Вот они, вот они, холодные, вот они, плотные. Смотрите, какие плотные, вообще не прозрачные для света. Настолько высоко плотная среда там. Вот как раз тогда стали обнаруживаться места, где могут формироваться звезды. Но об этом и как они формируются, об этом я расскажу в следующий раз. На сегодня хватит, вы два часа уже выдержали. Просыпайтесь. Вопросы есть? Вопросов нет. Нейтронные звезды? Для этого надо два параметра. Диаграмма Гершпунга-Рассела — это температура поверхности, светимость. Есть у нейтронные звезды светимость. Как интерпретировать, да? Можно сказать, радиопульсар, быстро вращающаяся нейтронная звезда. Она огромный поток энергии выбрасывает в радио, иногда в рентгеновском, иногда в оптике даже. Но она вообще связана как-то с температурой поверхности. Ничего общего. Другой механизм генерации. Поэтому для нейтронных звезд можно свои диаграммы строить. Но там будет, например, масса, магнитное поле. Или скорость вращения, магнитное поле. Или радиосветимость, плотность звезды. Вот какие-то свои характерные для них параметры. Но на обычной диаграмме Гершпунга для них места нет. Все, на сегодня хватит. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.